Они разочарованы и разгневаны. Тысячи протестующих вышли на улицы Франции. Они говорят, что их борьба против повышения пенсионного возраста не прекратится. Это отвратительно. Это вызовет столько насилия, еще больше насилия. И, конечно, это угроза для нас. Что я могу сказать? Я потрясена. Мы живем в демократической стране, но это же не демократия. Конституционный совет Франции утвердил запланированные правительством пенсионные реформы повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет и увеличение стажа, необходимого для получения полной пенсии. Правительство Франции пошло на этот крайне непопулярный шаг. Во всем французском обществе эта реформа вызвала гигантскую волну критики. И мы не думаем, что поддержка Конституционного совета что-то изменит. Народ по-прежнему будет выступать против реформы. Уже вскоре после того, как стало известно об окончательном принятии пенсионной реформы, люди вышли на улицы Парижа, скандируя, «Даже если Макрон не хочет этого, мы будем здесь». Дело дошло до столкновений с полицией. Оппозиция и профсоюзы призвали Макрона отозвать реформу, которую он подписал без согласования в парламенте, намеченного еще на март. Макрон же утверждает, что реформа необходима для поддержания пенсионной системы в связи со старением населения. Но оппоненты заявляют, что деньги можно было бы собрать, к примеру, за счет повышения налогов для людей с высокими доходами. Профсоюзы призвали к новым массовым протестам 1 мая. Продолжение следует...